Привет, друзья! Имя актёра Игоря Ливанова хорошо знакомо любителям остросюжетного кино. Его персонажи – настоящие герои, привыкшие добиваться цели, несмотря на любые преграды. Они не понаслышке знают, что такое совесть и честь. В его жизни было две невосполнимых утраты, но он выстоял, потому что привык бороться и идти до конца. Первая слава пришла к актёру после картины, 30-го уничтожить, и закрепилась другими удачными проектами «72 метра» из жизни начальника уголовного розыска на углу у патриарших. Родился Игорь Ливанов 15 ноября 1953 года в Киеве. Отец Евгений Ливанов и мама Нина Ливанова были творческими натурами, возглавляли кукольный театр во дворце пионеров города Киева. В семье подрастал старший сын Аристарх, ставший впоследствии известным актёром. В отличие от старшего брата, Ливанова-младшего больше интересовал спорт, чем театр. Игорю нравились силовые занятия, а в пятом классе он всерьёз занялся боксом. Позже актёр вспоминал, что рос в творческой атмосфере, видел театральную жизнь изнутри, потому что она проходила на его глазах и не хотел повторять судьбу родителей старшего брата. У них в гостях часто бывали известные лица образцов, лавров и другие знаменитости. Но гены штука серьёзная, и если тебе суждено быть актёром, то рано или поздно они проявятся и приведут тебя в удивительный мир искусства. Так произошло и с Игорем. После получения школьного аттестата он уехал в Северную столицу, чтобы по примеру Аристарха стать студентом Улгитмика. Ливанов поступил сразу, с первой попытки, и попал на курс к Игорю Горбачёву. Диплом об окончании театрального вуза молодой артист, получил в 1975-м и буквально сразу был призван в ряды советской армии. Игорь Ливанов попал в морскую пехоту, и местом его службы стал город Владивосток. Судьба не слишком баловала Игоря Ливанова. В его личной жизни были такие потери, которые нельзя восполнить ничем. Первая жена, дочка и сын от второго брака – таков горький список утрат на жизненном пути артиста. Ливанов был женат на актрисе Татьяне Пескуновой, у них подрастала дочь Оля. Они были счастливы до того трагического дня, 7 августа 1987 года, когда Татьяна и восьмилетняя Ольга навсегда остались в покореженном вагоне пассажирского поезда. Это случилось на станции Каменская, когда грузовой поезд из-за неисправности тормозов на всем ходу врезался в хвост пассажирского. Жертв было очень много, в их числе была и семья артиста. Ливанову понадобилось несколько лет, чтобы пережить эту страшную трагедию. Но, как говорится, время лечит, и жизнь продолжает идти своим чередом. В то время Игорь Ливанов преподавал в училище искусств, где и встретил Ирину Бахтуру, ставшую впоследствии его второй женой. В 1989-м у них родился сын Андрей. Они прожили вместе до 2000-го, а потом Ирина влюбилась в Сергея Безрукова и ушла от Ливанова. Ирина стала официальной женой актера и перешла на его фамилию. Сейчас все знают ее как Ирину Безрукову. Ливанов и не думал оставлять сына. Он постоянно с ним встречался, проводил много времени за играми и забавами. Артист поддерживал подросшего Андрея во всех начинаниях, у них сложилась настоящая мужская дружба. Когда сын стал постарше, то Ливанов брал его с собой на гастроли и в поездки. Они могли встретиться просто так, сходить в боулинг или в тир. Андрей Ливанов занимал должность старшего администратора Московского губернского драматического театра с тех самых пор, когда его основали. Беда пришла, откуда не ждали. У Андрея Ливанова обнаружили тяжелую форму сахарного диабета, которая и привела к смерти молодого человека. Это случилось в марте 2015 года. Эту смерть он переживал еще более тяжело, чем первую утрату. Ливанов долго не мог оправиться от потери, но по-прежнему хотел иметь домашний очаг, любимую жену и детей. Третьей женой артиста Ливанова стала женщина по имени Ольга. Она совершенно нетворческий человек, работает в конторе по торговле ценными бумагами. Разница в возрасте супругов составляет 25 лет, но это не помешало им стать родителями двух сыновей, Тимофея и Ильи. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.